Отвага, рвение, упорство — это неотъемлемые качества, способные помочь человеку осуществить его мечту и не дать ему остановиться на полпути. Несмотря на многочисленные жизненные преграды, твердая уверенность в своей цели и настойчивость в действиях могут привести к успеху. Иногда наши желания кажутся непостижимыми, но достаточно лишь протянуть руку, чтобы они стали реальностью. Время от времени нам кажется, что цели слишком далеки. Однако для тех, кто не перестает мечтать, невозможное становится возможным. Главное — четко определить, куда ты направляешься и для кого ты готов бороться, не щадя сил. Чем ближе мы подходим к горам, тем выше они становятся. От одной мысли, что я поднимусь на вершину, у меня кружится голова. Так же и с нашими мечтами. Мы очень часто думаем, что в жизни будет все так, как мы хотим, но иногда мы очень сильно ошибаемся. Когда мы делаем шаг к своей цели, то нас может отбросить на два шага назад. Некоторые люди опускают руки и отказываются от своей мечты, но только не наш герой. Несмотря на жизненные испытания, которые отняли у него детскую мечту, он не сдается. Серик Ясматов. Вот уже как три года он депутат Маслихата города Алматы. Несмотря на то, что он молод, у него очень большая и ответственная работа. В день он принимает около 30 людей, которые обращаются к нему с различными жалобами и просьбами. В то время, как, казалось бы, ему самому нужна поддержка, он, напротив, протягивает руку помощи другим. «Если у меня все хорошо и моя работа идет по плану, это уже для меня главный успех», – говорит он. «Вспоминая свое детство, я никогда не забуду, что я был мечтателем. Я мечтал стать выдающимся человеком, который может за собой нести огромный груз воспоминаний и огромных успехов. Когда я занимался спортом, я видел себя будущим олимпийским чемпионом. Яркие воспоминания, и, возможно, я бы пробился в промоушен, я бы стал именитым чемпионом, но… Но оказалось, что у жизни на него были другие планы. Мечты маленького мальчика рухнули мгновенно. Я жил раньше в районе железнодорожного вокзала «Алматы-1», и, чтобы попасть домой, нужно было пройтись по железнодорожным путям. И в тот момент, когда я приближался к переходу, где-то вдалеке был слышен гудок движущегося состава. Приближаясь к переходу, я сбавил темп ходьбы, взял бутылку воды и стал жадно выпивать без отдыха. И в моменте я просто забыл, что нахожусь в опасной зоне. Стал зевать, вытягивая руку в сторону движущегося состава. Мое предплечье ударяет лестница от движущегося состава. Меня разворачивает от удара на 180 градусов, и я падаю прямо на железную дорогу. Не прошло даже секунды, как по моим ногам проехал грузовой состав, его колесо. И случилась роковая беда. Я потерял две ноги. С этого момента моя жизнь поменялась. Я стал заново учиться жить, учиться ходить. Потому что до этого периода времени я не мог даже себе обыкновенный чайник поставить. Получил первые протезы, сделал первые шаги. Это было сложно, это было страшно, но... Когда я наконец вернулся в свое первичное состояние полноценного человека, я занялся спортом. Это паралимпийский спорт, волейбол, сидя. За три месяца занятия спортом я попал в сборную Казахстана. В составе сборной Казахстана в октябре 2011 года мы вылетели в Малайзию на молодежные паралимпийские игры. Не прошло и три дня, как я вернулся на родину бронзовым чемпионом. И с этого дня моя жизнь перевернулась над на голову. Серик смог встать на ноги и снова научиться ходить. И продолжил свой путь. Теперь для него начался новый этап в жизни. Открыл сайт, связался с менеджерами. И очень радует, что сам фонд и его сотрудники работают очень быстро. Не прошло и двух часов, как со мной связались. Я доработал свою заявку, и уже в течение короткого времени она стала одобрена. Без промедлений я выбрал поставщиков услуги. Делаю себе сейчас протезы. И все удается отлично. Сборка моего левого протеза, она занимает намного больше времени, чем сборка правого протеза. Сейчас осталось буквально пару дней. Я, наконец, получу на руки уже готовый экземпляр, который я более чем уверен, что я уже смогу эксплуатировать на протяжении долгих лет. Честно, я чувствую себя сейчас очень счастливым человеком. Это протезно-ортопедический центр в Алматы, где работают около 50 специалистов. Он был построен в 2016 году. И с тех пор здесь принимают пациентов со всей республики. Для этого даже предусмотрен медицинский стационар на 40 мест. Именно здесь и изготавливают ортопедическую обувь и новейшие протезы по современным технологиям. Сюда при поддержке фонда «Казахстан-Халкана» приезжал и Серик Есматов, чтобы получить свой современный протез. Серик к нам примерно полтора месяца назад приехал из фонда «Казахстан-Халкана». В тот день к нам пришла заявка. Когда она поступила к нам, мы связались с Сериком и сразу позвали его сюда. В наш центр. После этого мы заказали все необходимое для его протеза в Исландии. Отправили заявку и получили. Его протез очень инновационный. Он сделан по новой современной технологии. В Казахстане таких протезов еще практически ни у кого нет. Серик в числе первых, для кого изготовили такой современный протез. В течение недели он уже сможет получить оба протеза. Эта технология называется замковая система. Мы начали работу три месяца назад. Серик сам ходил, видел и учился. Были моменты, когда его ноги похудели, и мы это исправили. Сейчас мы приступаем к изготовлению нового постоянного протеза. Каждый протез делается по индивидуальному заказу, исходя из веса и активности человека. Этот протез мы специально заказали для Серика. Совместно с фондом «Казахстан Халханна» мы работаем с 2022 года. Мы очень благодарны. Спросите за что? Потому что у нас очень много есть пациентов, которые приходят к нам, и здесь мы изготавливаем им протезы. Они очень радуются, потому что они понимают, что не смогли бы сами приобрести себе протез, потому что все убирается финансами. Для них он очень дорогой, поэтому, еще раз говорю, для нас всех это большая поддержка. От себя лично я бы хотел выразить огромную благодарность фонду «Казахстан Халханна» за вашу помощь и поддержку. Ведь в нашей стране очень много светлых и добрых людей, а еще больше людей, которые нуждаются в помощи третьих лиц. с фондом «Казахстан Халханна» я более чем уверен, что можно достичь своих мечт. Я хочу пожелать всем, кто нуждается в помощи, приобрести ее и быть здоровым в этой жизни. В нашем обществе много людей с ограниченными возможностями, однако мы редко встречаем их. Почему? Потому что внешний мир часто не приспособлен для их удобства, заставляя оставаться их дома. Именно поэтому Общественный фонд «Казахстан Халханна» активно сотрудничает с медицинскими центрами, чтобы решить эту проблему и улучшить качество жизни многих людей. Благодаря их помощи, те, чьи возможности были ограничены, становятся безграничны. Я очень многое опознал в жизни. Хотелось бы сказать людям, которые смотрят сейчас программу, чтобы вы никогда не отчаивались, всегда цените то, что у вас есть прямо сейчас, именно здесь. Потому что наша жизнь, она дается нам неспроста. Не переставайте искать себя, не переставайте искать новые пути в этой жизни. И только после этого мы можем сказать себе, что мы по-настоящему живы. Живите и творите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова